Прямо сейчас посмотрите в окно. Есть ли на небе Луна? Если есть, то она привычного размера или больше обычного? Больше? Тогда у нас для вас плохие новости. В 2003 году на экраны вышел фильм Брюс Всемогущий, и тот, кто его смотрел, обязательно хотя бы на секунду представлял себя в роли Бога, в чьих силах накинуть лассо на Луну и придвинуть её к Земле. Но даже в кинокартине незначительное приближение нашего спутника к планете вызвало ряд катаклизмов. Что же случится, если Луна на самом деле увеличится на земном горизонте втрое или почти его заполнит? А если наш спутник врежется в Землю? Возможен ли такой сценарий? Давайте разбираться по порядку. Всем известно, что Луна — естественный спутник Земли, находящийся от нас в 384 тысячах, 467 километрах, если считать от центров небесных тел. Так что же именно можно считать приближением спутника. Даже если расстояние между Луной и Землей станет ближе на 20 тысяч километров, это уже серьезно повлияет на нашу с вами жизнь, причем не самым лучшим образом. Для начала выясним, за что отвечает наш спутник. Кое о чем мы знаем еще со школы. Благодаря Луне на Земле ежедневно происходят два прилива и столько же отливов. Приближение нашего спутника неизбежно увеличит их высоту и масштабность. Например, если Луна станет вдвое ближе, то приливы в 8 раз выше. Другими словами, многие прибрежные территории будут находиться под водой большую часть дня и в конце концов станут непригодными для жизни. Под угрозой окажутся не только Мальдивы или цветущие острова океании, но и Нидерланды, большая часть Лондона, Индонезийская Джакарта, Дакка, Бангкок, Венеция, Хьюстон, Нигерийский Лагос и Египетская Александрия. Пострадают многие регионы Китая, Вьетнама, Индии и других стран. Столица Кубы, Гаванна, скорее всего, полностью уйдет под воду. Затопит даже Дубай с его легендарной башней Бурдж-Халифа, после чего пустыня станет морским дном. Миллиарды человек останутся без жилья и средств к существованию. И это не цитата из сценария фильма «Катастрофы-2012», таковой может стать наша реальность. Из глубин морей к берегам начнется массовая миграция рыб, и мы, наконец, можем лицезреть океанических обитателей, которых бы при обычных условиях никогда не увидели. Это, пожалуй, единственный относительный плюс возникшей катастрофической ситуации, но радоваться, рассматривая очередного иглорота, люди будут недолго. Худшее впереди. Снова обратимся к науке. На что еще помимо Мирового океана влияет Луна? Ее приливные силы воздействуют не только на воду, но и на сушу. Поэтому, если спутник приблизится к нам хотя бы немного, не говоря уже о расстоянии вдвое меньшем, на Земле неизбежно начнется цепь землетрясений и извержений вулканов. А если бы приближение Луны случилось внезапно, что маловероятно с точки зрения физики, то эффект был бы таким, как будто гигантский молоток ударил по не менее впечатляющему Гонгу. Чудовищные энергетические волны от увеличенной гравитации Луны в результате ее приближения в буквальном смысле размешивали бы наши недра незримой ложкой, в коре возникли бы большие трещины, и фонтаны раскаленной магмы вырвались бы наружу. Лихорадка охватила бы Землю, посеяв невероятную панику и поселив отчаяние в сердца каждого представителя человечества, которому каким-то чудом удалось выжить среди этого хаоса. Наша планета стала бы абсолютной копией спутника Юпитера-Ио, что превратило бы ее в место, практически непригодное для жизни. Землетрясения, извержения вулканов, наводнения – думаете, это все сюрпризы, которые принесла бы на Землю приближающаяся Луна? Вы еще никогда так не ошибались. Наша планета с каждой тысячей километров приближения спутника вращалась бы все медленнее. Дело в том, что трение, возникающее от взаимодействия воды и океанического дна, увеличивалось бы, тем самым замедляя нашу планету. В этом случае океаны скопились бы на полюсах, в результате чего появились бы южные арктические водоемы, а на экваторе возник огромный континент – родственник Пангеи. Также, поскольку слои Земли состоят из разных пород, они замедлялись бы с различной скоростью, приводя к сильному трению. То есть землетрясения фиксировались бы еще чаще, как и вулканические извержения. Вы спросите, все ли угрозы нашей безопасности мы перечислили? К сожалению, нет. С уменьшением скорости вращения Земли ослабевало бы и магнитное поле планеты, делая нас абсолютно беззащитными перед солнечной радиацией. А при таких условиях на земной поверхности вскоре воцарился бы всеобщий Чернобыль. Также в дальнейшем, если Луна продолжит приближаться, постепенно изменится привычная длительность земных дней и ночей. Они могут доходить до шести месяцев. Только представьте, полгода на Земле стоит адская жара плюс 55 градусов Цельсия, а следующие шесть месяцев столько же, только со знаком минус. Хотели бы вы жить на такой планете? В качестве утешения стоит отметить, что если бы озвученные изменения происходили постепенно, то они повлекли бы за собой определенные эволюционные метаморфозы в животном мире. Например, хищники научились бы эффективнее охотиться ночью, а их жертвы лучше прятаться. Люди же с большой вероятностью ушли бы жить под землю. Срочно вспоминаем роман Глуховского «Метро 2033». Вскоре он может стать бесценным гайдом по выживанию. Но и это еще не все плохие новости для землян. Хотя вот сейчас спорно. Дело в том, что приблизившийся спутник перекроет большую часть нашего неба и, естественно, часто будет проходить перед Солнцем, предлагая людям сполна насладиться феерическими солнечными затмениями. Если бы такое явление произошло несколько веков назад, то наверняка своей чистотой и эпичностью свело бы с ума как жрецов, так и придворных астрономов. В одном наши предки были правы. Видишь солнечное затмение? Жди беды, особенно если практически весь горизонт занимает Луна. Итак, наш спутник приближается. Чего еще ждать человечеству от этого эпохального события? Следующее грозное последствие – изменение земной оси. Вслед за этим неизбежно поменяется климат, поскольку коррекция угла оси связана с количеством солнечного света, поступающего на поверхность Земли. Если угол наклона нашей планеты был бы 90 градусов, то кроме экстремофилов вряд ли кто-то смог бы здесь жить. По три месяца и более одно полушарие Земли испепелялось бы солнечными лучами, а другое замерзало бы в кромешной тьме. Но если бы экстремофилы каким-то чудом за миллионы лет развились в разумную жизнь, то такие формы живых организмов обладали бы навыками гибернации, впадения в спячку, а также вынуждены были часто мигрировать с места на место. Но мы слишком увлеклись. Вернемся к Луне, которая неуклонно увеличивается на нашем горизонте. Думаете, неизбежны столкновения и взрыв, уничтожающий все живое? Совершенно не обязательно. Очевидно, что Луна – не рядовой астероид-гастролер. Это огромное небесное тело радиусом 1800 километров, поэтому если оно столкнется с Землей, то половина нашей планеты будет разрушена, даже при том, что некоторые части объекта сгорят в земной атмосфере. Но все не так просто. У каждого небесного тела существует предел Роша. Не путать с пределом терпения наших зрителей, которые досмотрели видео до этого момента. Предел Роша – это такое расстояние, преодолев которое приближающийся к планете объект разрушается под действием ее гравитации. Для Земли такой предел проходит на расстоянии 18 470 километров. Как только Луна приблизится к упомянутому рубежу, она начнет неуклонно разрушаться. То есть впечатляющего и страшного столкновения с нашим спутником не произойдет. Он просто сгорит и разрушится, после чего Земля превратится в Сатурн. Ведь осколки погибшей Луны никуда не денутся. Они останутся на нашей орбите. Это значит человечество продолжит жить в обычном ритме? Нет, еще раз нет. Полноценного столкновения не случится, но очень часто фрагменты Луны, закольцованные вокруг нашей планеты, будут падать на Землю в виде метеоритного дождя. Булыжники немалых размеров разрушат предприятия, жилые дома, дороги, прочие объекты инфраструктуры. И, конечно, будут убивать людей. Землетрясения, извержения вулканов, цунами высотой десятки метров станут нашей реальностью. Многие города, как говорилось в начале видео, уйдут под воду или будут смыты чудовищными волнами. Экономика рухнет. На земной орбите будут уничтожены все искусственные спутники, включая Международную космическую станцию. Осколки Луны просто сметут это все как ненужный мусор. Соответственно, привычная нам жизнь с интернетом, геолокацией, действующими аэропортами навсегда канет в лету. Со временем из-за перманентной бомбардировки Земля превратится в разрушенный ею спутник, с такой же мертвой, изрытой кратерами поверхностью. Очевидно, что при подобных условиях люди будут предпринимать лихорадочные попытки покинуть погибающую планету. Как тебе такое, Илон Маск? Но куда нам бежать? Не факт, что к тому времени, как Луна приблизится к Земле, на какой-либо экзопланете или хотя бы на Марсе будет организована действующая колония. А если и будет, то очевидно, что большинство обычных людей туда точно не попадут. Однако спокойно. Такой мрачный сценарий возможен только гипотетически, ведь его вероятность ничтожно мала. Во-первых, астрономы очень внимательно следят за Луной, и это логично, ведь она самый близкий к нам крупный объект. Поэтому ученые точно знают, что в ближайшие миллионы лет спутник останется на своей орбите. Конечно, космос – благоприятное место для возникновения форс-мажоров. Так что же может спровоцировать приближение Луны к Земле? Наиболее вероятным, по мнению Нейла Комминса, физика из университета штата Мэн, представляется пролет астероида поблизости от спутника. Это способно подтолкнуть Луну в нашу сторону. В таком случае действительно она начнет постепенно двигаться к Земле. Приближение было бы крайне медленным, но готовиться к последствиям землянам следовало бы начать сразу. А вы к этому готовы? Напишите в комментариях, что бы вы стали делать, узнав о таком исходе Земли. А заодно нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал, если до сих пор не сделали этого. И пока мы внимательно следим за Луной, заказывайте темы новых видео. Взгляните на скриншоты, которые сейчас на экране. Это статистика от Ютуба. Что она значит? Заметьте, сейчас 57% зрителей этого канала смотрят без подписки. Это и есть истинная суть моего месседжа к вам. Поэтому дабы не упустить Хаббл из разряда ваших подписок, вам нужно всего-навсего щелкнуть вот на эту красную кнопку, которая выглядит вот так и находится ниже под этим видео. Закон вселенной простой. Помните это. Ведь каждая ваша подписка очень важна для меня. Чем больше зрителей, чем чаще они смотрят и ставят лайк, тем быстрее выходит новое мега увлекательное видео. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok